Дорогие друзья, привет! Я вместо прямого эфира снова запишу влог. Ну, вернее, просто посижу и поболтаю с вами. С момента последнего вместо эфира прошел целый месяц, кажется, или больше. И в этом месяце были все праздники в нашей семье. Прошли дни рождения. Мой на ранке. У меня было 20-го, на ранке 30-го. Еще у одного человека произошло рождение. 31 марта родилась моя четвертая внучка. Назвали ее Камила. А это, вот, знакомьтесь, мой внук. Единственный пацан среди внуков. Зовут его Данияр. Так, все. Поскольку у меня нет было разрешения показывать ребенка, я его убираю из кадра. Скажи привет! Привет! Так. Камера моя не хочет фокусироваться. Кто-то совершенно справедливо написал, что дети мне должны подарить камеру. Ну, не то, чтобы они должны. И, кстати, на 8 марта и на день рождения я получила подарки в денежном эквиваленте. Но они у меня вот так вот разошлись, потому что часть была потрачена на продукты. Ну, потому что, когда меня просят зайти в магазин и что-то купить, ну, конечно, я покупаю, поскольку у меня на карточке есть деньги. Ну, вот. И, конечно же, я хотела на ранее купить подарок, поскольку за все это время не покупала ей шикарных подарков. А поскольку ей сейчас 5 лет, такой возраст, ну, то есть она достигла такого возраста, что ей можно покупать кукол, чтобы она их наряжала, играла с ними. И вот я купила, решила замахнуться на куклу Барби. В общем, я их купила Барби. На 8 марта я ей подарила Барби. Ну, я просто сама не могу удержаться. И я теперь решила дарить Барби. Не знаю, какой-то у меня получится. Вот. Смотрите на этих красоток. О, камера даже тоже удивилась и решила запечатлеть их. Значит, вот это Барби, азиатка. Я хотела снять отдельное видео про них. Может быть, и сниму. У нее волосы были просто распущены. И посмотрите, какое у нее милое личико. Мы ее назвали Эржен. Такое бурятское имя. И я специально купила, я начала свою коллекцию именно с этой куклы, потому что я хочу шить костюмы для кукол. Есть еще один вид азиатки. Ну, то, что у нас есть в наличии в магазине. Она тоже такого типа, но смуглее. И глаза у нее уже. Ее я тоже обязательно куплю. Вот. Теперь я подыскиваю Кена Азиата. В наших магазинах нет. На Авито было одно предложение. И сказали, что заказал... Ну, тот, кто продает эту куклу, заказал из Америки. Вот. А вторая куколка, вот она, Барби с кухней. Вот они обе стоят на кухне. Роскошная кухня. И, в общем, Наранка один раз поиграла. И я убрала к себе в комнату, чтобы снять видео. И поскольку у Наранки перед глазами нет этого набора, она в него и не играет, потому что ей на день рождения надарили много разных игрушек. Я специально отдельно сниму видео. Правда, я не знаю, но, конечно, формат моего... Это человек барабанит. Камера наверняка переключается на те звуки. Здесь же микрофон автоматический. И вы мой голос слышите хуже. Так. Кстати говоря, смотрите, вот этот человек меня укусил. Вот так вот прям прильнул к щеке и хоп-то. Биопсию сделал. Он же в год собаки родился. Да, ты укусил бабушку. Дорогой мой человечек, да я тебя вот так посозу. Вот так вот. Он такой айтбаевский. Он очень сильно похож на моего мужа. Только глаза свекрови моей, то есть его маме, у мужа, глаза немножко не такие. То есть не такие глаза. А так вот он, по-моему, копия моего мужа. Мне очень... Я когда на него смотрю, я всегда думаю, что это вот... Как бы чтобы я не забывала, что у меня есть муж. Так, 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 так. Вот. Что еще? Так, у нас началась учеба, ну, то есть непосредственно занятия. Мы вышли 26... 27 марта мы вышли на учебу. У нас идут занятия, 4 дня в неделю, по 2-3 пары. У нас начался новый... Ну, у нас много новых предметов. Там всяческие разнообразные философии. И второй иностранный язык к нам пришел, и это французский. И я пропустила. В общем, короче, у нас в группе полнейшее... В общем, я, короче, это... Ступила элементарно. И пропустила занятие, думала, что его не будет. И так мне было обидно. Я прям так расстроилась в тот день, когда пропустила занятие. Потому что я этого французского ждала, как ребенок. Ну, у нас как-то не принято так по-детски... Мы же вроде все взрослые люди. Так по-детски ждать какого-то предмета. А я прямо вот так вот, тоже не выдавая себя, с замиранием сердца ждала французского и пропустила его. Мы будем французский учить по учебнику Александровой. Так, мгимошный... Ну, как я почитала в предисловии. Мгимошный учебник. И мы с моей одногруппницей такие молодцы. Пошли в библиотеку, записались и взяли учебники. Два последних нам досталось. Комплект. Ну, в общем, вот учебник и тетрадь рабочая. Сюда, к этим учебникам прилагается вообще по идее диск. Ну, на ютубе он есть. В общем, я вчера без проблем послушала диск. Я так порепетировала, потренировалась в произношении звуков. Вот. Ой, не кусайся, пожалуйста. Вот. Такс. Ну вот, таким образом. В общем, я планирую сделать обзор Барби. Сравнить ее с не Барби. Ну, с Барби от не Мотель. Производитель Мотель. Ну, так, наверное, читается Мотель. Подробненько разобрать эту кухню. Ну, вот, правда, на коробке было полное описание. Коробка была, я скажу вам, такой чемоданище прямо. На коробке было описание этого всего набора, что и как использовать. Потому что здесь есть звуки, что-то куда-то здесь можно вставить батарейку. И это было бы очень интересно, потому что я, когда выбирала подарок, мне бы хотелось, чтобы такой обзор был на Ютубе вообще где-либо. Вот. А все описания, отзывы, они такие скуповатые. Ну, то есть, тот, кто писал отзыв, он не рассчитывал на такой полный обзор. Не рассчитывал на этом зарабатывать, скажем так. Так, а эта кукла из, этот, как бы раздел, называется «Сияние моды», тип куклы, артикул, не знаю, как, в общем, вид, род «Сияние моды». Так, что еще? Кто знает, где можно купить барби-кена азиата, пожалуйста, дайте мне ссылочки, подсказочки, жду от вас. А, ну, конечно, за деньги можно найти все, что угодно, хотелось бы за адекватные деньги, адекватные моим доходы. Мой доход – это степенья 4 тысячи рублей. Так, что еще? Значит, ну, традиционно поговорим о погоде. Она, честно говоря, задолбала. Ее... Весна у нас никак не наступит, снег уже сошел. Но только сойдя, люди уже все, начинают расправлять крылья, все, снега нету. Он выпадает заново. И, конечно же, совершенно не исключено, что такое произойдет еще раз. При том, что сейчас вот нет снега и все кажется, и солнце сияет. Ну, вряд ли, это же очень солнечная страна, республика. Но это очень обманчиво, то есть солнце вас обманывает. Вы выходите, ледяной ветер. Такое впечатление, что с каких-то ледяных вершин нас сдует этим... Этим ледяным потоком. И вот никак не раздеться. То есть можно спокойно выходить в зимню, и ты не захвалишься. Так, этот человечек ползает уже, но тут надо все время пол чистый иметь. И убирать, и убирать все, 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 все. Потому что мы... Чуть за ним перестаешь смотреть, вот так вот, и вот так на него надо смотреть. Прямо вот так вот, глазами. Не то чтобы там боковым зрением. Потому что чуть задеваешься, он уже в рот что-то положил. Мы, честно говоря, задолбались из-за рта все время что-то вытаскивали. Разные предметы, бумажки. И он делает это так быстро. То есть я вот могу сидеть вот так вот с вами разговаривать. Он в это время берет какой-то предмет. То есть я сижу на диване, смотрю телевизор. Он вроде вот, вот же он у меня на руках. Он со спинки дивана берет фломастер, открывает колпачок каким-то образом, одной рукой. И откусывает наконечник. Этот фетровый наконечник. Себя вот так вот разрисовывает попутно. Ну то есть я тут же, я отвлеклась, но мне кажется там 2 секунды. Смотрю, он уже разрисованный. Но я думаю, ладно, отбираю у него фломастер, кладу его. И какое-то время проходит, ну там полчаса, не знаю. И я чувствую по его поведению, по тому, как он держит рот, что у него во рту что-то есть. Я говорю, ну-ка открой рот. А он не дается, он сразу начинает ускользать. И плачет, если я ему так рот раскрываю и влезаю туда. Очень сопротивляется, возмущается. В общем, я ему пасть открываю, влезаю туда и вижу малюсенький наконечник этого фломастера. Он во рту его держит, слава богу, он не проглотил. Так, на днях еще что-то. А, лего. На ранке наборы лего фрэнс, по-моему. Ну, то есть для больших детей, начиная с 6, 6 плюс, по-моему. Ну, или 5 плюс. В общем, для детей старше 3, во всяком случае, мелкие предметы, мелкие детальки. И я тоже, вот он у меня, вроде бы под присмотром, он умудрился эту машинку. Ну, я просто, как бы, потеряла бдительность. Думаю, ну машинка же, он же мальчик, пусть покатает. Смотрю, машинка валяется. А он что-то опять во рту перекатывает. Залезаю в рот, выхватываю. Ну, это же надо еще, он же очень зубастый, зубки у него острые. Вытаскиваю детальку. И чувствую, что вытащив одну, я вторую протолкнула дальше, туда, вглубь языка. Ну, все, сейчас произойдет трагедия. Он проглотит эту детальку. Я, значит, зову Арюну, она прибегает с кухни, я говорю, у него деталька во рту, она начинает ругать на рану. На рану, я же тебе говорила, смотри, с игрушками, я говорю, это не на рану, это я, я виновата. И мы начинаем к нему обе в рот лезть. А вот он, короче, плачет, обижается. Начинает плакать, закашливается и с кашлем выплевывает эту деталь. Ну, в общем, это вот те случаи, когда мы все-таки поймали. А наверняка много случаев, когда мы никак не обнаружили, не поймали его, он проглотил. Ну, в общем, это очень не скучно с детьми такого возраста. Это я представляю, если ему дать волю ползать, он же всю обувь покусает. А всю бумагу съест. Вот. Так, что еще, что еще, что еще. Я сшила пальто. Ну, куртку вы видели, после куртки я еще пальто, значит, сшила. То есть, как сшила, перелицевала. Вместе с ошейной машиной пришли кое-какие старые вещи, ну, такие недошитки. Когда что-то начинают шить, бросают. И вот это меня всегда волнует. Я не люблю, когда такие недошитки валяются. Я думаю, надо довести до ума. Я не все довожу до ума, далеко нет. И нельзя сказать, что я не оставляю недошитков. И я тоже оставляю. Ой, извини, пожалуйста. В общем, лежит остаток пальто со студенческих лет моей сестры. То есть, пока я там в Москве училась, пока там замуж выходила, в Казахстане была, все это время сестра носила пальто, сшитое из ткани. Что у себя во рту? Из ткани. Есть? А, открою. Из ткани нашего Улан-Уденского тонкосуконного комбината вообще это был такой известный тренд. То есть, особенно в 90-е, на закате советского производства, советской промышленности текстильной, ткани Улан-Уденского ТСК ценились. И это вот не та байка, не легенда из разряда, что там, когда-то в Москве, или где-нибудь в посольстве, или за границей, конфеты нашей кондитерской фабрики шли на экспорт. И вот на приеме мы увидели такие конфеты, которых мы здесь никогда не видим. Это не то. Или то же самое про мясокомбинаты. Все рассказывают, что мы продукции нашего мясокомбината не видели, а вот там где-то, на экспорте, за границей, кто-то увидел. В общем, нет. Действительно, ткани нашей тонкосуконного комбината, нашего тонкосуконного комбината, действительно как-то котировались в каких-то кругах по Союзу. Ну, по РФСР, во всяком случае. Вот. И, значит, из такой хорошей ткани, потому что эта ткань очень хорошего качества, потому что директора нашего ТСК, она закупала меринос, в общем, какие-то очень хорошие виды шерсти. И, кстати, потом ее обвиняли в этом, ну, уже такие вот, скажем так, бурятские националисты. Так, я в кавычках, беру в кавычки это слово, что она виновата в том, что поголовье нашего скота, мелкого рогатого скота, уничтожено, потому что вот ей не нужна была шерсть наших овец, а она закупала все где-то за границей. Ну, такое, достаточно, видимо, крупное было производство в масштабах Союза, ну, или хотя бы РСФСР. В общем, ткань хорошая и такая чисто шерстяная, прямо вот. Ну, если не чисто шерстяная, то очень сильно шерстяная, процент шерсти там высок, и шерсть хорошего качества. И оно лежало и ждало своей участи, его или перелицевать, или длинуть на все и отнести на помойку. Ну, потому что это просто куски ткани и остаток пальто. Какой остаток? Спинка передцель накроенная, вот так вот в одно полотно скроенная. И рукава. Не воротника. Потом, значит, там карманы вот так вот прорезаны, а самих полотничек карманов нету. Ну, там, допустим, каких-то клапанов. И все это, в общем, аюна мастерица сделала, соорудила из этого пальто. Оно тоже без воротника. Карманы прорезаны в рамочку. Подкладку я купила интересную и отделала красной тканью другого, от другого пальто, еще более старого, из драпа. В общем, получился такой пальтец. Ну, вроде бы приличный, учитывая, что его шьет непрофессионал. Но, все-таки, с точки зрения сегодняшней мода, оно, может быть, немного странное. Я не знаю, вообще, буду я снимать про него видео или нет. Так вот, погода такая, что сейчас в этом пальте ходить самое то. Я его так называю пальтом, без особого уважения, потому что он странный. Ну, я в нем хожу. А мое пальто манговское, тоже отличное пальто, примерно такого же цвета. А цвет, кстати, черный, черно-серый, с сединой, сероватый такой. Вообще, когда его разглядываешься, подробно разглядеть, то в нем сплетены нити черного и зеленого цвета. Но, в целом, оно такое, выглядит черным, с сероватым подтоном. Вот так вот, скажем. И мое манговское пальто, примерно такого же цвета, конечно же, ни разу не из шерсти. Носит моя невестка. А я... Ну, оно ей, правда, больше подходит. Я его купила в 2013 году, и оно до сих пор актуально. Его можно носить, оно прекрасное пальто. И ткань такая удачная оказалась. То есть, ни катышками, ни скаталась, как многие манговские пальто, да? Ну, что, 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 что? Которые у нас продаются, может быть, для других стран шьют другие из другой ткани. Для наших стран шьют из плохой ткани. Ну, пожалуйста, не кусайся. Вот. А я, в свою очередь, когда в этом пальто слишком жарко, потому что оно получилось здесь прям двуслойным. Оно вот такое у меня с запахом. Здесь у меня аж 4 слоя, плюс еще 2 слоя дублерина. То есть, здесь очень мощная защита. А на спинке получается просто ткань и тонкая-тонкая подкладочная ткань. Такое неравномерное полетецо. Сто, устал щадить, да? Ну, видишь, мы с тобой разговариваем. Вот. Таким образом... Так, а я в отместку ношу ее пальто. Оно тоже такое тоненькое, заровское. Ну, такое сладкое нами. Оно, правда, не V-образное, а такое чуть слегка притаренное. Короткое вишеколе. Ну, такое химпатичное пальто, как длинный пиджак выглядит. Вот. Может быть, покажу оба пальто. Но вообще, я вот, я с собой очень недовольна. Я так ужасно стала выглядеть. У меня, видимо... Я не помню, чтобы такое раньше со мной было. Во-первых, я вот резко состарилась. Подурнела у меня какая-то дурацкая кожа. Брови все хотела сделать. А теперь думаю, ну, наверное, уже такие брови устаревают. Уже не надо такие брови делать. Уже надо подождать, какие брови будут более актуальны. Во-вторых, если посмотрите, у меня здесь видно, видно, видно ли вам. У меня татуаж довольно-таки сильный. Такого черного цвета. Ну, знаете, что черные наколки делают? Они такие зеленоватые, да, получаются? Вот. Что? К маме хочешь? Так. Что еще? А, и смотрите, как я волосы испортила. В общем, я купила вот этот осветлитель. Фаберликовский. И он прекрасно... Вообще, он очень хорошо осветляет, действительно. И волосы не сжигает. Очень хороший там состав. И вот то, что не было окрашено, то, что не было затронуто краской, очень хорошо осветлилось, действительно, на 7 тонн. То есть с единички вот до такого цвета, да, смотрите на корни. А то, что было тронуто другой краской раньше, вот осталось рыжим. Причем я вставлю сюда фотки, если буду монтировать, покажу, что у меня было. Я срочно побежала в магазин. Вернее, как срочно побежала? Нет, не срочно в магазин побежала. А я по пути от мамы. То есть в магазин там не зайти некогда. Но в школе, в университете появляться с такой башкой тоже было неловко. И я пошла, ну, стрёмно как-то, да? Я забежала и купила блондекс. Даже не блондекс, а что-то такое. В общем, я купила самое дешевое осветляющее средство, какое было. И им осветлилось, и вот к такому пришла. И все, я в третий раз уже боюсь что-то делать. Хотя у меня тут есть краски блонд. Я боюсь сжечь волосы. И пофиг, что мне замуж выходить, что я так похожу. Ничего страшного. Вот, женихов я не ищу. Побуду некрасивой и старой. Ничего страшного. Когда-то же надо ставить. В конце-то концов. Так. И вот прям вся-вся подурнела. И это самое. Глаза, что я хотела сказать. Вот с переменной погоды что-то случилось с давлением. Или что-то у меня с внутриглазным. Но я сама себе не буду диагнозы ставить, да? Поскольку не специалист. Но я стала просыпаться с красными-красными глазами. И с головной болью. Вот в марте у меня такое было. Очень страшно красные глаза. Прям как будто я наркоман или алкоголик. Не знаю в какой степени. Вот. И честно признаться... С Нового года. И с Нового года я вообще без алкоголя. По-моему, да. Мы даже пиво не пьем. То есть вообще не выпиваем. Эти праздники Сагалган прошел. Вообще не пить. Ну, я-то одна была с кем я буду пить. Вообще-вообще без спиртного, да. Да. У нас в холодильнике стоит остаток виски с Нового года. С Нового года остаток виски стоит и никто не притрагивается. А в шкафчике, в кухонном... Остаток виски тоже никем не тронутый. Ну, так вот. В общем, я тут вам натрындела всякого. Я надеюсь, вам было интересно, не скучно. Если у вас есть вопросы, задавайте. И вот так себя ведет моя камера. А, мне же... Я же не купила себе никакого подарка, а хотела купить камеру с объективом. Была очень недорогая. В уценке. В ДНС уценке. И она лежала 2-3 недели. И каждую неделю она дешевела. Но я ее все-таки упустила. Ну, потому что вот деньги растрынкала на всякие продукты, на эти, на подарки внучке. Вот. Потом же я сделала публикацию в журнале, который РИНС, Российский индекс научного цитирования, то есть РИНСовский журнал, в котором, ну, в общем, в научном журнале тоже заплатила за публикацию. Что еще? Еще тут какие-то были проплаты проездные покупала. Еще так деньги вот разошлись. Так, и что? Что я хотела? К чему это я все? Не подумайте, что это я от возраста такая забыла, что я всю жизнь такая была. В общем, не купила я камеру, упустила. И теперь вот буду снимать на эту камеру. Что делать? Ой, ребенок засыпает, слава Богу, слава Богу. Ну ладно, всем пока. Ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал. Это камера тоже хорошая, я ее испортила. Песочек туда насыпался, в объектив, и все. И он теперь не может сфокусировать. Ну, стал не таким умным, как было в начале. Все, всем пока, всех целую. До встречи.